Продолжение предыдущей сессии. До этого я показывал, рассказывал архитектуру и главные компоненты Hyperledger Fabric, это Permission de Ledger. Сейчас мы уже больше попытались показать, как на самом деле писать эти смарт-контракты, как с ними работать, как их инсталлировать и прочее. Теперь снова немного о себе. Я работаю в исследовательской лаборатории IBM Haifa. Более 10 лет в разработке идеи распределенных систем. В данный момент я также являюсь монтейнером проекта Hyperledger Fabric в Linux Foundation. Многие годы разработки на сервер-сайт на Java и в дополнение ко всему коммитер в SF. Теперь, что мы пока будем говорить в течение данной лекции. Опять небольшое, ознакомительное. В этот раз я попытаюсь сделать это побыстрее, потому что опять же повторяться в предыдущую лекцию не вижу смысла. Hyperledger Fabric и основные концепции, ordering, validation, endorsement. Поговорим про каналы снова. Теперь и уже более практичные аспекты работы с Hyperledger Fabric. Мы решили с этим работать, что дальше делать. То есть как поднять сеть. Но опять же на примере моего компьютера, то есть это не совсем реальный пример, но даст ли некоторое понимание при принципе точке, откуда можно отправиться и продолжить делать это самому. как создавать каналы и как к ним подключаться, имплементация, установка и инициализация смарт-контракта и чен-кодов. Как определить endorsement policy. Опять же endorsement policy это то, что мы говорили, кто и как валидирует. Не то, что валидирует, а кто в принципе, сколько endorsement peer должны согласовать транзакцию для того, чтобы она была валидной и ее можно было коммитить в лиджер. Пример, как эти транзакции выполняются. Ну и в принципе попытаюсь, насколько позволит время показать, как это в принципе делается на практике. Надеюсь это поможет. И немножко времени для вопросов, как обычно. Окей. Опять, что такое Hyperledger проект? Проект это open-source подход такой, сделать стандартизацию написания блокчейна. То есть, опять же, повторюсь, это с чем-то схоже на то, что в свое время сделали с J2E, то есть, когда определили набор правил разработки J2E аппликации, то же самое пытаются сделать здесь. И теперь немножко снова пройдусь по архитектуре. Теперь архитектура Hyperledger фабрики версии 1.0 была улучшена с версии 0.6, тем самым, что мы поделили роли между узлами сети, таким образом, чтобы можно было делать скейлинг на каждый из этих отдельных участков. То есть, есть и committing peers, это те, которые в принципе держат леджер и записывают транзакции. Endorsing peers, это те, которые выполняют смарт-контракты и создают эти транзакции. И ordering service, это те, которые в принципе получают наборы транзакций от разных клиентов, формируют из этого блок и отсылают в принципе на committing peers, которые в принципе потом и строят из этого леджер. Вот, то есть схематично это выглядит так. Есть клиент, который посылает транзакцию в Endorsing peer для того, чтобы те исполнили chain code, в принципе симуляцию chain code, основываясь на текущем состоянии системы, после чего они формируют ответ, отсылают его обратно клиенту, клиент агрегирует ответ. В данном случае это два эндорсера, потом получается два ответа. Два ответа формируются в конечную транзакцию, которая отсылается в ordering service, получает много таких транзакций от разных клиентов, отсылает в конечном итоге, когда формируется блок, отсылается блок на committing peers, те в свою очередь валидируют транзакции и в конечном итоге делают commit, то есть записывают весь блок со всеми транзакциями в том порядке, в котором они были получены от консенсус ordering service в леджер. Теперь немножко в деталях, это я часть-часть немножко упустил в предыдущей сессии, поэтому как это работает на практике, опять же, есть клиент, клиент это обычно какая-то сторонняя аппликация, использующая SDK, отсылает транзакции в разные эндорсинг-пирсы, эндорсинг-пирсы выполняют, основываясь на вводных параметрах транзакций, выполняют и чейн-код, в конечном итоге подписывают результат, то есть по результату выполнения чейн-кода формируется read-write set, то есть это в принципе ключи, значения ключей с версиями, которые были изменены или считаны во время исполнения этого самого чейн-кода, это все подписывается, отсылается обратно к клиенту, клиент агрегирует это, эти ответы отсылает в ordering service. Ordering service, опять же, получает транзакции не только от одного клиента, а от многих клиентов, поэтому много транзакций, и в конечном результате они все упорядовываются в один блок, этот блок рассылается всем остальным участникам сети, и в момент получения блока каждый в отдельности проверяет, насколько этот блок валидный и в конечном итоге отсылает идентификацию обратно к клиенту, для того, чтобы была возможность в принципе соответствовать, окей, была проведена такая-то транзакция, клиент должен получить какой-то своего вида фидбэк, для того, чтобы можно было продолжить или вернуть какой-то ответ пользователю, например, приложения. Теперь дополнение, которое было внесено в версию 1.0, это каналы, channels, это в принципе разделение леджера, своего рода реализация multi-talent ledger, то есть возможность на каждой… возможность разным организациям изолировать свои транзакции в случае, если они хотят улучшить правеси, то есть сделать так, что допустим три банка, которые ведут между собой какие-то транзакции, и один из этих банков не должен быть свидетелем транзакции между двумя другими, то абсолютно очевидно, что эти транзакции должны проходить на другом леджере, так, чтобы тот банк в принципе даже не мог их видеть. То, что было до этого в версии 0.6 и то, что существует сейчас во всех текущих реализациях блок-блокчейн, это в принципе делается своего вида encryption, то есть данные кодируются, пересылаются, то есть как бы банк по факту не видит, что произошло в этой транзакции, но сам факт транзакции адам существует. То есть это в своем роде это как бы проблема для privacy. Теперь endorsement, в принципе весь процесс подачи транзакции со стороны клиента для одного чанела он не сильно отличается от того, что я показал до этого, то есть опять же клиент отсылает транзакционный пропозор к одному индорсеру уже в рамках этого чанела, то есть в данном случае это просто чанел отмеченный синим цветом и весь процесс повторяется. Теперь в случае, когда у нас много таких чанелов, то теперь у нас как бы есть и красный и синий и поэтому есть аппликации, которые работают только в рамках красного и есть аппликации, которые работают в рамках синего. Теперь на рисунке это не показано, но в принципе индорсинг пир, он может быть принимать участие в разных чанелях, то есть то, что здесь это разделено как бы и 0, и 3, они в красном, и 2, и 1, они в синем, в принципе может быть, что и 1, он тоже участвует в формировании красного чанела и поддержке этого лейджера. То есть нету разграничения. Окей, теперь немножко о том, как в принципе поднимается и конфигурируется эта вся сеть. По идее все бинарные файлы и вся начальная конфигурация она поставляется в контейнерах, то есть на Docker Hub есть репозиторий для Hyperledger фабрик контейнеров, есть контейнер для каждой сущности в отдельности, есть контейнер для ordering сервиса, есть контейнер для CouchDB, есть контейнер для пиров. И в принципе есть набор даже Docker Compose файлов, которые позволяют сконфигурировать эту сеть. То есть по идее все начинается с того, что первым, что мы конфигурируем и поднимаем в нашей сети, это ordering сервис. Когда мы разрабатываем локально и в принципе хотим тестировать нашу аппликацию на лэптопах, то нет никакого смысла поднимать тяжелые решения для ordering сервиса, такие как Kafka или SBFT, поэтому есть имплементация, которая в принципе один компьютерный узел, который упорядочен транзакцией в том виде, в котором он их получает. Поэтому обычно работают с ним. Следующим поднимаются пиры, то есть те endorsing peers, которые в принципе будут формировать всю сеть. Инсталируется chain code. Опять же, обычно chain code инсталируется только на endorsing peers, потому что они по факту те единственные, которые будут выполнять этот код. После этого создаются каналы, опять же, в зависимости от бизнес-логики и той аппликации, которую мы пытаемся имплементировать. В данном случае три канала, желтый, красный и синий. После того, как каналы были созданы, мы каждому пиру, каждому endorsing peer, мы должны сказать, что окей, ты часть такого-то канала, то есть это делается с помощью peer channel join, и после этого каналы сформированы. И теперь, в момент, когда все готово, мы можем инициализировать смарт-контракты, ну, chain code в рамках того самого канала, в котором мы хотим его использовать. В момент инициализации chain code мы также можем определить endorsement policy. Теперь endorsement policy – это то, как мы видим, то, как мы видим, то, как мы хотим определить, сколько людей, каким образом должны подтвердить, не подтвердить, а подписать результаты симуляции транзакции, для того, чтобы мы, в принципе, могли считать ее как валидную. То есть в этом простом случае, когда я говорю, я хочу endorsement policy and org1 member, org2 member, это значит, что я хочу, чтобы как минимум кто-то один из организаций org1 и кто-то один из организаций org2 подписал результат этого endorsement, и только имея эти две подписи, транзакция будет засчитана валидная. То есть клиент отсылает транзакционный пропозал одному endorsement, отсылает транзакционный пропозал второму endorsement, после этого он их агрегирует вместе, отсылает это в ordering service, и только при наличии валидных подписей с endorsement пирс двух организаций, может быть больше, но как минимум должно быть два, и транзакция будет валидная. Теперь это дело можно как бы усложнить насколько мы хотим, то есть допустим мы можем сказать, что мы хотим как минимум троих, три подписи и каждая подпись с отдельной организацией, то есть допустим у нас три банка, которые делают финансовые транзакции между собой, мы хотим, что каждый из этих трех банков подписался на результаты симуляции эндорсинга пир, для того, чтобы засчитать эту транзакцию валидной. Либо мы можем сказать, хорошо, нам не важно, нам нужна одна подпись, и нам не важно, кто один из двух банков это подпишет. Либо банк один, либо первый, либо второй должны подписать. Теперь можно еще больше разумничаться и сказать, хорошо, или допустим есть какой-то главный, Центробанк, или подписывается Центробанк, но если Центробанк по какой-то причине его подписи не существует или не является частью транзакции, тогда два других банка обязательно должны подтвердить эту транзакцию. И, конечно, опять же, это можно делать как угодно сложно, как угодно долго. Окей? Вопросы? Хорошо, теперь хватит теорий, приступим к практике. И демо, которое я сейчас буду показывать, оно в принципе доступно на моем GitHub репозитории. Можете сканировать QR-код, если вам будет интересно. Там в принципе есть немножко больше, даже чем я буду показывать, поэтому приступим. Теперь немножко истории, чтобы придать смысл тому, что я сейчас буду делать, а не просто писать член-код. Допустим, теперь допустим, то, что я хочу сделать, я хочу реализовать такую мини-банковскую систему, такую игрушечную, я бы сказал, которая одна часть этой системы, допустим, у нас есть такая организация, как МВД, которая ведет запись населения, то есть у него есть каким-то образом туда добавляются люди со своими данными, то есть имена, телефоны, адреса. И мы хотим также создать банковскую систему, которая позволяет создавать счета, открывать счета для клиентов, только если система МВД подтверждает наличие этого человека, в принципе в записях, своих записях. То есть мы не хотим, чтобы кто-то пришел и сказал, Луки, меня зовут Василий Теркин, я хочу открыть у вас счет, но на самом деле по факту Василия Теркина не существует, и поэтому банк на это может проиграть деньги, поэтому мы хотим связать эту регуляцию с существующими записями в МВД. Но опять же, мы не хотим, чтобы банки были частью всего этого, как бы всей этой записи МВД, разделить, использовать концепцию каналов, те и чанелов, то есть отдельный леджер, который будет держать все записи транзакции по ведению населения и отдельный леджер, который в принципе принадлежит банку, который открывает счета и контролирует их. Задача понятна? Окей. Теперь я уже тут в принципе накидал небольшой наброс, набросок к возможной записи человека, который мы хотим сохранить в леджер. Опять шаг назад. На данный момент существует несколько способов имплементации член-кода в VP-леджер фабрик. Поддерживается Java и Go. То, что я буду показывать, это Go, потому что Java не совсем как бы aligned с текущей версией, поэтому для того, чтобы иметь возможность показывать наиболее последние разработки и API, которые есть, я покажу это на Go. Но существует возможность делать это в принципе и на Java. Надеюсь, ни у кого провалится. Тут особо понимать Go-то и не надо. Окей. Теперь структура Person это в принципе то, что я хочу хранить в своем леджере. То есть я хочу хранить какой-то идентификационный номер и номер человека, который позволяет мне его находить, его имя, фамилию, телефон, ну и в принципе адрес. Окей. Теперь для того, чтобы все это дело писать и поддерживать существует интерфейс, секундочку, который называется еще раз. интерфейс ченкод, в котором в принципе определены два главных метода. Первый метод это init, то, как мы инициализируем наш умный контракт, ченкод, и invoke, это в принципе инвокация транзакции, которую мы хотим провести или же сделать с нашим умным контрактом. Окей. Поэтому все, что нам нужно сделать, это чтобы наша структура имплементировала этот интерфейс. Окей. Теперь при инициализации нам особо делать ничего не нужно пока что. Поэтому мы вернем, что инициализация прошла успешно без всякой дополнительной информации, потому что нам пока просто нечего возвращать. Теперь начнем с того, что добавим первую акцию, первый вид транзакции, который мы хотим делать, это просто добавление человека к себе в леджер в блокчейн. Окей. теперь как это делается. Каждая такая, каждый из методов HN-кода получает параметры стаб, которые имплементируют HN-код стаб интерфейс. Это в принципе GRPC стаб, который ведет интеракцию с пиром для того, чтобы выполнить этот умный контракт. Окей. То есть весь стейт, весь леджер он сохраняется на пире, сам чейн-код он бежит в отдельном изолированном контейнере, поэтому вся интеракция она идет через GRPC, поэтому этот стаб он как бы имплементация RPC calls для того, чтобы можно было делать эту логику. Теперь мы хотим сделать как я уже сказал первый вид транзакции это добавление клиента в нашу базу МВД. Извиняюсь. Теперь есть функция, которая очень простая, она возвращает параметр названия транзакции и параметры, с которыми транзакция была вызвана. Get function and parameters. То есть первым параметром будет вид транзакции, второй параметр это будут сами параметры, с которыми транзакция была вызвана. Теперь все, что нам нужно сделать, это в принципе считать, что же за вид транзакции был нам послан и с какими параметрами она была вызвана, для того, чтобы была возможность сконструировать запись нашего человека и по факту записать ее в леджер. Теперь если вы посмотрите на все примеры, на все ссылки, которые есть в документации пиледжер, то в принципе это выглядит нечто подобным образом. Допустим назовем ее addPerson, то есть если к нам пришел запрос добавить человека, мы пойдем по логике, которую в принципе будет считывать и добавить этого человека. Теперь у меня в принципе весь этот подход и потому что сейчас мы добавили одну акцию addPerson, следующая акция будет gitPerson, потом будет акция deletePerson и так далее. И теперь это как бы здорово, но это вызовет такой большой спагетти код, поэтому я немножко поработал над концепцией и приготовил небольшой пример, который улучшает в принципе весь этот подход. То, что я сделал, я определил новый вид действия, назвал ее Person Action, который в принципе по факту является функцией, которая получает параметры, ну и сам этот стаб RPC для того, чтобы можно было вести интеракцию какую-то с пиром и возвращает результат. Теперь в сам стракт, который реализирует интерфейс член-кода я добавил Map, который в принципе будет мне переводить из вида транзакции, которую я хочу сделать, в саму транзакцию, которую я хочу провести. То есть в случае с AddPerson это будет AddPerson, в случае с GetPerson это будет GetPerson и в принципе тут я должен просто потом где-то на уровне инициализации просто добавить ту функцию, которая была выполнена на данную, как реакция на данное действие. То есть теперь мой метод init, он немножко будет видоизменен. то есть в самом init я хочу иметь возможность создать этот Map с теми параметрами, которые я с теми транзакциями, которые я хочу проводить. То есть мы начали с транзакции AddPerson, я создаю Map с ключом AddPerson и функция, которая в принципе ссылается на функцию, которую я только добавил заранее, которая получает параметр и в зависимости от этих параметров считывает данные от человека. То есть так как я буду передавать эти параметры в формате JSON, то в принципе достаточно считать первый аргумент из этих параметров для того, чтобы потом сделать Unmarshal этих параметров из JSON в реальный объект. для того, чтобы можно было сделать валидацию. И теперь первая интеракция, которую я делаю с леджером, я пытаюсь считать, имея ID человека, считать, есть ли у меня уже такая запись в моем леджере. В случае, если я получаю ошибку, я обрабатываю эту ошибку и просто возвращаю обратно, окей, попытался, но не смог. Вот теперь если по каким-то причинам вернулось значение, которое отлично от NIL, это значит, что этот человек уже был добавлен до этого. В принципе, в данном случае я просто решу, что тоже вернет ошибку, что человек уже в принципе существует и добавить такого же человека с таким же ID невозможно. Окей? В случае, если не было ошибки и мы увидели, что человека такого не существует, вот, мы выполняем следующий RPC RPC call, который в принципе добавляет этого человека в наш леджер, то есть ключом записи служит ID и сам JSON является как бы записью этого объекта в леджере. Окей? Опять же, была ошибка, я отсылаю репорт об ошибке, если нет, то как бы все здорово, все получилось и я отсылаю окей. Теперь весь этот чейн-код, он как бы это отдельная мейн-программа, которая работает с пиром, поэтому каждая из них сопровождается мейном, в котором я в принципе использую тот же API, который инициализирует в принципе и делает экзекьюшн на этот чейн-код. То есть это в принципе программа, которая постоянно бежит и постоянно исполняет RPC запросы. Окей? Поэтому есть мейн, который постоянно компилируется и бежит. Теперь это как бы версия 1.0 и имплементация леджера, которую я хочу сделать для того, чтобы добавлять записи к себе в базу данной леджера. Теперь как мы это проверяем? Для того, чтобы это проверить, я подготовил небольшой файл Docker Compose, который в принципе все, что в нем есть, есть запись, которая ответственна для того, чтобы поднять ordering service, то есть тот ordering service, который будет в принципе формировать блоки, отсылать их обратно на committing peers. Будет также два пира, которые принадлежат одной организации, пир 0 и пир 1, принадлежащие организации орг 1, и пир эфис и пир 1, которые принадлежат организации 2. Хорошо? И отдельный контейнер, из которого я просто буду показывать, как запускать и как этим всем делом руководить. Теперь все просто. Стартуем сетку. который в принципе поднимает все контейнеры. То есть мы видим, что все контейнеры, все сколько, 6 контейнеров, которые там есть, они все понятые и бегут. Теперь залогинить, подкрутимся к одному из контейнеров. Теперь подкрутимся контейнеру, с помощью которого я буду сейчас работать и запускать транзакции, в принципе показывать, как это интегрироваться. Теперь небольшое отступление в сторону. Это все показано и основано на так называемом tool и pure CLI. Это в принципе небольшой урезанный клиент для SDK фабрики Hyperledger. У него есть свои ограничения. Допустим, у него одно из ограничений, что он не может отсылать транзакцию более чем одному эндорсеру. Если у меня есть эндорсмент полиси, который требует эндорсмента двух, трех и более эндорсмента, pure CLI в этом не поможет и нужно работать напрямую с одним из доступных SDK Node.js, Go SDK или Java SDK. Так как для того, чтобы показать, как в принципе сконфигурировать правильно SDK, как с ними работает, нужна отдельная лекция, поэтому я решил, что я просто покажу урезанный вариант этой интеракции и потом в принципе оффлайн можно обсудить, как это делается на самом деле с SDK в реальном мире. Окей, теперь с чего мы начинаем? И еще минутка, и одна из вещей, которые я упустил, есть еще целый процесс, который в принципе выполняется администратором сети, который формирует начальную конфигурацию всего этого дела, то есть конфигурацию для ordering service и транзакцию, которая конфигурируется по факту новый чаннел и создание нового леджера и в принципе генезис блок, который формирует все это дело. У меня это уже все готовое, поэтому я опять же, если останется время, я покажу, как это генерируете, как это конфигурировать, если нет, потом оффлайн я могу это отдельно показать кому-то интересно. Теперь, что я хочу сделать, я создать свой первый канал, первый канал. То есть я вызываю peer channel create даю ссылку на ordering сервис. Теперь мой чаннел будет называться минус c, это имя чаннел, минус c, my channel. И я должен также дать отдельный параметр транзакцию, которая конфигурирует начальный genesis блок. То есть транзакция, которая содержит всю информацию о участниках сети и те, которые будут работать, включая сертификаты тех организаций, которые будут подключены. Окей. Теперь эта команда то, что она сделает, она сгенерирует и она в принципе то, что команда сделала, она взяла эту транзакцию с конфигурацией, отслала ее в ordering сервис. Ordering сервис, основываясь на той конфигурации и на той информации, которая у нее есть, создал genesis блок, который содержит информацию как об ordering сервис и самому по себе, так и о самом channel, который я только что создал. Теперь все, что мне осталось сделать, это сказать всем четырем endorsing peer, которые у меня есть, to join channel. Окей. Теперь это тоже делается очень просто. Peer channel, join. И теперь я должен просто сказать, в каком месте лежит у меня тот genesis блок, который создает мне все это, я все это делаю. блок. Окей. То есть тем самым я сейчас беру peer 0 организации 1 и добавляю его в channel. Окей. Теперь как я узнал, теперь можно посмотреть здесь наверх, мы увидим, что peer 0 организации 1 дал нам output о том, что он был подсоединен к этому channel. Теперь как я узнал о том, что в принципе идет речь о peer 0 организации 1, это в принципе все устанавливается с помощью переменных окружения. То есть если мы посмотрим на переменные окружения, то мы видим, что есть конфигурация, которая устанавливает, что я хочу тот peer, с которым я хочу сейчас коммуницировать. Во-первых, он принадлежит организации 1 и его адрес это peer 0 org 1. То есть так я знаю, так я контролирую, с кем этот peer CLI он коммуницирует в данный момент. Окей. Теперь хотелось бы добавить оставшиеся peer в нашу сеть, поэтому я немножко сделаю небольшое сокращение. То есть по факту можно сделать так. Core контролировать эти переменные прямо в командной строке. Core, извиняюсь, peer адрес, peer channel join. Ой. join. Все здорово, только я забыл про адрес. peer 1 org 1 example.com Тем самым я добавлю сейчас второй peer первой организации в channel. Окей. Опять же видите output, который был произведен. То, что что окей. Теперь я переключусь на вторую организацию и в принципе повторю тот же самый фокус. добавлю сначала первый, а потом второй. То есть тем самым я создал channel, создал и подключил всех четырех моих первых каждой организации в этот channel. Теперь я в принципе готов работать с chain кодом. Теперь chain код первым делом его нужно сначала инсталлировать. теперь я начну вернусь обратно секундочку вернусь обратно обратно на первую организацию. пир chain code install минус n это имя chain кода то есть я person management версия 1.0 только начали и теперь я должен указать путь где в принципе находится мой chain код. теперь в версии 0.6 была возможность указывать допустим URL которые приводили к GitHub репозиторию в принципе были удалены в версии 0.0 из-за различных security концерн было решено это дело отменить поэтому нужно проводить установку из локального репозитория который доступен в GoPath то есть если кто-то хочет интегрировать какой-то chain код имплементированный кем-то другим сначала должен сделать GoGet для того чтобы chain код клонировать на свой компьютер и только после этого можно будет его установить так как у меня все установлено локально я могу как бы то есть эта команда то что она делает она в принципе идет в эту папку собирает chain код со всеми его зависимостями архивирует это в TARGZ и инсталлирует на файловую систему PIR0 организация 1 после того как мы инсталлировали этот chain код мы в принципе можем его запустить что значит запустить это инстанциировать этот chain код с начальными параметрами опять же chain код который работает с записями людьми никаких начальных параметров нет он инстанцирует сам по себе поэтому это все упрощается install заменяется на instant теперь chain код он как бы инсталлирован на файловую систему но я должен сказать в рамки какого канала я хочу этот chain код использовать поэтому минус теперь C большое my channel и минус C это уже для аргументов вызова init функции в принципе это инициализирует chain код теперь почему это уберет время потому что то что происходит сейчас на фоне это chain код распаковывается из файловой системы создается новый контейнер в котором компилируется chain код в бинарный код и копируется уже как результат в новый контейнер то есть берется контейнер в котором в принципе можно компилировать там компилируется результат компиляции переносится в другой контейнер теперь это можно легко увидеть если мы сделаем docker ps мы увидим что теперь у нас бежит еще один дополнительный контейнер название которого в принципе состоит из того где он бежит то есть perefis org1 название pereadev и chain код который я запустил это в принципе персон менеджмент версия 1.0 ok теперь после того как chain код был установлен хотелось бы его запустить и проверить что он в принципе работает поэтому следующая команда которую я покажу chain код invoke теперь команду которую мы определили называется adperson и второй параметр это в принципе json формат человека который я хочу добавить так как это писать слишком долго времени слишком мало есть небольшие заготовки я просто их скопирую то есть в принципе я добавляю сам себя в лиджер теперь как можно проверить что это все бежит и работает можно сделать секундочку docker docker logs на контейнер с chain кодом так как я добавил там printout на каждую на каждое действие то можно это в принципе отследить то есть мы видим что сначала chain код был инициализирован единственная операция вид транзакции который поддерживается на данный момент это add person и в принципе вот я добавил сам себя в лиджер теперь chain код сам по себе который мы сейчас имплементировали немножко немножко ограничен потому что единственное что он поддерживает это add person хотелось бы расширить то есть хотелось бы добавить такие элементарные методы как get delete и допустим и поверить адрес потому что человек редко живет долгое время всю жизнь на одном и том же месте вот поэтому поэтому я покажу как делать теперь в принципе апгрейд на новую версию улучшенную версию chain кода теперь опять же так как времени у нас немного я сразу соскочу на последнюю версию сколько осталось? как раз спасибо теперь версия опять же это все доступно в моем гитхаб репозитории можно потом попробовать отследить есть команды как это все запускать теперь вот набор всех тех транзакций которые я хотел бы запускать add person get person delete person update address и опять же я хотел бы использовать свойства леджера то есть иметь возможность посмотреть что же у меня было за значение записи в предыдущей версии то есть по идее есть возможность просматривать все возможные изменения то есть если мы посмотрим на имплементацию этой функции то есть API который называется get history for key то есть мы даем ему какой-то какой-то ключ с этим ключом он идет обращается в history database и в принципе приносит все изменения всю историю изменений которые были когда-либо сделаны данному ключу то есть таким образом я могу отслеживать все изменения которые были сделаны конкретной записи в данный момент для того чтобы сократить я просто покажу одно последнее изменение назад окей все понятно и последнее последнее теперь для того чтобы сделать апгрейт опять я должен начать с того что я должен инсталлировать новую версию правильно то есть новая версия у меня находится в папке v3 теперь вместо инстанции то есть той команды которая инстанциировала мне член код сейчас будет команда апгрейт которая в принципе говорит что окей тот член код который был нужно заменить на новый то есть секундочку апгрейт на версию 2.0 опять что делается инстанциированный член код копируется в контейнер контейнер компилирует этот код создает новый контейнер копирует байнари туда и запускает его то есть если мы посмотрим сейчас опять докер ps мы увидим что есть где-то вот он моя новая версия член кода окей теперь в текущий момент предыдущий контейнер не убивается потому что считается что как бы тот кто инсталирует все оперирует и все этим делает администратор то есть задача администратора потом зайти погасить этот контейнер вот и теперь я добавил целый набор функций но опять же время не позволяет показать их весь набор просто покажу что до этого у нас не было возможности сделать get person вот теперь в принципе вся эта большая большая команда get person заменится на элементарное get person и уже член код который мы используем он не версия 1.0 он версии 2.0 вот но опять же он тут выдал в консоли и подпись на проведенную транзакцию но по факту вот он результат payload самой транзакции то есть мы видим что он мне вернул get на ту запись которая была записана предыдущей версии предыдущего член кода окей все спасибо вопроса спасибо за выступление а при выполнении команды когда имя команды не объявлено то есть у нас объявлен person get person и так далее если мы напишем там kill person что будет хороший вопрос давайте попробуем мы просто получим ответ no action defined то есть no action kill но опять же это все это все как бы вопросы реализации то есть все что я сделал если мы посмотрим на функцию invoke которая исполняется когда мы делаем инвокацию на транзакцию то функция invoke я просто обращаюсь в мэп всех всех действий которые я определил вот и в случае если я вижу что это действие не определено я просто говорю окей я не понимаю о чем идет речь возвращаю ошибку когда администратор меняет версии там есть какой-то протокол может быть чтобы это более как-то более безопасно чтобы это подписывалось кем-то вопрос хороший я это сократил опять же потому что не было времени и для того чтобы сменить версию в принципе инстанциация и апгрейд чен-кода это такая же транзакция на которую можно определить свои endorsement policy то есть для того же администратора можно определить endorsement policy кто может создавать и в принципе оперировать апгрейдом и инициализацией самого этого чен-кода то есть я опять же это не показал но опять же можно определить endorsement policy во время когда делаем install тем же самым параметром минус пи мы можем создать endorsement policy и эти endorsement в момент когда мы делаем либо апгрейд либо инстанциацию то есть администратор не может делать все что ему в голову придет то есть то есть